Об этой стране я узнал в далеком 1988 году. В декабрь месяц, я в первом классе, и нам сказали из дому принести игрушки и одежду, которые у нас есть для наших братьев и сестер в Армении. Блин, говори, у меня прям реально по рукам мурашки. Так вот, тогда мы для наших братьев и сестер из Армении приносили гуманитарную помощь, чтобы отправить их сюда, в Армению, потому что здесь случилось сильное десятибальное землетрясение, которое разрушило часть страны и очень сильно пострадал город Ленинакан. Мы еще с вами туда доберемся. Огромная беда обрушилась на армянскую землю. Ее страшный лик в дымящихся руинах Ленинакана и Спитака, в завалах Кировакана и Степанована, в ночных кострах, у которых обогреваются тысячи семей потерявших кров. Вот так вот произошло мое первое знакомство с этой страной. Потом к нам в Украину, наверное, и ваши страны стали тоже переезжать, в том числе и беженцы, и просто люди, которые переезжали. У нас оставались и жили. У нас были разные отношения. Были жесткие отношения, были дружеские отношения, но они в любом случае были. На сегодняшний день в этой стране живет немного более 3 миллионов человек, а за ее пределами в диаспоре около 10, а то и 12 миллионов армян. То есть те люди, которые не живут в Армении. Что же мотивирует сюда приезжать из других стран, оставаться здесь жить, работать, создавать семьи? Мы узнаем в этом выпуске. Да, друзья, мы с вами в Армении. Это центр Еревана, и это экспаты Армении. Приятного просмотра. О своей жизни в Армении расскажет Анна Варламова, которая переехала в Ереван из Москвы 7 лет назад. Аня профессиональный сомелье, но в Армению ее привела не любовь к вину, а просто любовь. Девушка вышла замуж, родила сына, но адаптировалась далеко не сразу. Первые 4 года Ане было очень тяжело, но затем она приняла эту страну со всеми плюсами и минусами. С Аней мы встретились на каскаде. Это центр современного искусства и главная точка в Ереване. Что ты знала об Армении до того, как сюда приехала и переехала? Ничего не знала. Знала, что это солнечная страна. Не знала абсолютно быта, не знала, как живут люди. Но мой муж мне так это все красиво преподнес, что мне пришлось ему просто поверить и переехать. Но когда я уже переезжала в процессе, мои родители сказали, Аня, куда ты едешь? Там же по улицам ходят ишаки. И вообще это какая-то древняя цивилизация. Ну, ходят же, да? Ну, ходят в селах. Там все ингрессы. Да, да. Ходят. А в Москве медведи ходят? В Москве медведи, да. Переезжаю я в Ереван, пытаюсь как-то обустроить свой быт. Захожу в интернет, и я понимаю, что интернет-ресурсы ноль. И здесь нет? Ну, очень тяжело, да. И до сих пор, например, чтобы купить какую-то вещь, мы должны потратить время, объехать полгорода в поисках чего-то. Но спустя 7 лет это чуть-чуть изменилось. Вот. Это первое. Второе. Я переехала сюда в октябре, и зимой, ближе к зиме, я была удивлена, что город погружается в такой некий смог. То есть в Армении нет центрального отопления. И те люди, которые не могут себе позволить подключить газ или включить батарею, они просто топят вот все, что попадается под руки. Ереван находится в котле. Соответственно, весь этот смог, он просто оседает. Мы сейчас внизу, то есть в таком самом нижнем районе, скажем так. Но при этом вся Армения, в принципе, находится, по-моему, на уровне тысячи метров, над уровнем моря. Да. Но Ереван находится в котле. В таком вот просто. Еще меня поразило то, что ты переходишь дорогу на зеленый свет, и тебя может сбить машина. То есть для меня это был реально такой шок. Здесь такие правила дорожного движения, что горит зеленый для пешехода, но для них тоже открыта стрелка. То есть здесь вопрос того, что кто-то поедет медленно, а кто-то может тебя просто не увидеть. На самом деле в Армении очень часто сбивают людей, но еще сбивают по той причине, потому что армяне не любят правил. То есть они могут переходить дорогу там, где нет пешеходного перехода, им пофигу. То есть, ну вот как-то так. Нету какой-то систематизации, нету каких-то правил. Да, то есть все вот такие, свободные. Едет. Опа. Не только Ереван вам подавать, друзья. Мы сегодня увидим, как живут в настоящей Армении. Приехали в деревню. Даже не знаю, как она называется. Деревня Зар. В переводе с армянского игральная кость. Деревня существует с конца 19 века. И тогда еще между турками и Россией шла война. И деревня переходила то туда-сюда, то туда-сюда. И поэтому игральная кость. Ребята, знакомьтесь, это Таня. И Таня живет уже? Пять месяцев в Заре и почти три года в Армении. В Армению Таня переехала из Москвы, потому что устала от бесконечной гонки. Работала менеджером по закупкам шесть дней в неделю и попросту не успевала жить. В один прекрасный день поняла, что на работу не хочет. Но вот совсем не хочет. И решила осуществить давнюю мечту – посетить Армению, которая интересовалась всегда. Сдала свою квартиру, взяла кошку, собаку и улетела в Ереван. Думала, что на время, но влюбилась в армянские горы, солнце, добрых людей и осталась. В Армении Таня пережила землетрясение, войну, кризис 2020-го и ни разу не захотела домой. Как ты попала в Армению? Собрала весь свой зоопарк, как говорят мои друзья, и приехала. Сын назвал это странным дауншифтингом. Но это точно дауншифтинг, потому что когда мы ехали сюда, я такой – это дауншифт. Потом, когда мы приехали, я такой – это дауншифт. Это полный дауншифт. Какая причина все-таки этого переезда? Вообще в Армении как случилось в твоей жизни, а потом деревня Зар? Я интересовалась историей Армении давно. У меня подруга, армянка, с которой дружим мы уже больше 20 лет. И меня интересовала история, культура, менталитет и так далее. Но у меня никак не складывалось просто поехать и посмотреть. А тут я подумала, а поеду-ка я? И это я решила где-то там 5-7 января, что в конце марта я должна улететь. Потому что я хотела увидеть цветение абрикосов. Это было моей мечтой просто. Такая романтичная. Все крутили у виска. Говорят они, совсем что ли? Сделали ставки, насколько меня хватит. Приехала, увидела цветение абрикосов. Я сняла дом частный, почти в самом центре. Я пожила полгода и поняла, что я остаюсь. Почему? Что тебя зацепило здесь? Прежде всего люди. И вот эти именно человеческие качества. То, что до сих пор ценно. Не какой у тебя айфон? А что ты вообще за человек? Как ты улыбаешься? Что ты говоришь? Есть ли у тебя сердце? Это важно. И вот это больше зацепило. Это Людвиг. Привет, Людвиг. Повелуйся, Людвиг. Людвиг Джан. Бареф, Люто. Бареф. И я поняла, что я остаюсь. А так как мне очень понравилось жить в частном доме, я уже не могла быть в квартире. Я подумала, что я куплю за городом, да, для ереванцев, для армян. 30 километров от Еревана – это достаточно далеко. Но для москвичей, где ты 30 километров каждый день на работу ездишь – это вообще ничто. Я хотела купить дом именно в этом регионе, потому что здесь достаточно мягкий климат. Не такой северный, как, например, к Гюмрии. Ближе, да, в ту сторону. Не такой жаркий, как в Раратской долине. Он умеренный. Плюс горы. Ну, здесь потрясающие виды. Здесь потрясающий воздух. Мы на высоте 1700 метров над уровнем моря с тобой находимся. И это предпоследнее село. Это настоящая армянская деревня. Люди все вместе делают лаваш, пекут. Там несколько домов женщины варят варенье. Там, сегодня мы у тебя варенье делаем, а завтра у меня компот закрываем. То есть, опять же, я зацепилась за человеческое тепло. Не только за солнце, но и за человеческое тепло. Давай к тебе домой пойдем, посмотрим, как ты живешь. Пойдемте. Слушай, у тебя тут так классно. Мне даже не хочется даже дальше ехать смотреть те красоты, которые ты хочешь показать. Правда. И ты привезла Хэдди с собой? Сколько ей? Восемь лет. Семь с половиной. Семь с половиной. Я еще кота или кошка видел? Наверное, кота такой большой. Кошка. А это Дима, шеф-повар из Киева. Но в Ереван он переехал из Китая. Сейчас все объясню. 20 лет назад мама Димы вышла замуж за армянина. Но Дима решил остаться в Украине. Приезжал в Армению на каникулы. Какое-то время даже практиковался в Ереване. Затем отправился в Китай. Жил и работал в Поднебесной 5 лет и познакомился там с будущей женой. Китай, конечно же, идеален для круглосуточной работы. Но Армения куда лучше подходит для семейной жизни. Так решил Дима. И 4 года назад вместе с любимой переехал в Ереван. Дима, это центр Еревана? Да. В общем, это место, где собираются все. Ереван и вообще вся Армения, она небольшая. Потому основной движ, не знаю, тусовка, она происходит здесь. То есть вот центр. Немножко дальше от него там старый центр. Это новый центр. Вот тут Северный Новый проспект. Мы сейчас через него пройдемся, посмотрим. Я прогулялся, посмотрел. Слушай, много парков. И много женщин с детьми, и нянь с детьми в парках, и молодежи. Собак много. Просто люди приходят сегодня утро. Вот смотри. Ну да. Девчонки-студентки, мамочки с колясками. И парки красивые, в принципе. Да. То есть, ну как бы вот центр, он благоустроен очень хорошо. А если ты чуть отъедешь дальше, ты увидишь совсем другую картину. О да. О да. Как ты попал в эту картину в Ереван? Переехали сюда 3 года назад. И я уже как бы по специальности поварской. Уже начал искать тут связи налаживать, то есть находить людей. Повторюсь, что Ереван маленький. И тут не составляет сложности. Если ты заводишь одно знакомство, у тебя потом другие знакомства, они как бы с нежным комом нарастают. Потому что эта сфера, особенно ресторанно-отельного бизнеса, тут она взаимосвязана. То есть, знаете, там человек вышел с другой работы, там уже в другом месте знают, что он вышел. Они звонят ему, хочешь, иди ко мне. Слушай, но приезжаешь из Китая в Армению, все равно есть какая-то сложность в чем-то адаптироваться? Особенно после 6 лет жизни. Слушай, просто она огромная, эта сложность. Шанхай, Ченду, Гонконг. Это просто космические города. Да. То есть, там со своими технологиями, тот же Шэньчжэнь, ты просто приезжаешь, и у тебя челюсть такая. И все для людей, знаешь, как бы сделано. То есть, китайцы, они тоже такие, типа они шумные, они грязные, да. То есть, они любят сорить. Но в то же время в этой стране, то есть, людей какой-то праздник, они насорили. Но утро выходишь, все идеально вылезано, чисто. А тут приезжаешь, мы приехали, и я как будто вернулся в свое детство, знаешь. То есть, я еще рожден в СССР, 87-го года. И я все-таки застал там, вот, 94-й, 93-й года. Я уже помню, мне там лет 6-7 было. То есть, вот эти вот, как оно все вот так вот работает. То есть, через сложности, через какую-то боль. То есть, тебе надо что-то оформить. Ты идешь вот это, бегаешь. Эти инфраструктуры. Все это как-то сложно. Ты ждешь долго автобус. Автобус по расписанию не ездит. Ну, в общем, вот в этом... Тебе же знакомо все это, или ты уже отвык просто? Я отвык. Ну, то есть, к хорошему быстро привыкаешь. Тебе нужно было адаптироваться в этой стране каким-то образом? И сколько у тебя ушло на это времени? Где-то через полгода я уже чувствовал себя своим. А в Армении можно стать своим вот так вот, именно своим? Можно, потому что они дружелюбный народ. То есть, если ты честный, с открытым сердцем человек, они тебя примут. И сколько ты тут проживешь, это, наверное, по сути даже не важно. Все идет от сердца, наверное, от души. Они чувствуют это. Ну, как нормальные люди. Везде есть плохие и хорошие люди, понимаешь? То есть, эта страна очень безопасная. Плюсы, конечно же, это безопасность. Для меня это очень важно, потому что у меня маленький ребенок. И я думаю, что если бы я жила бы в той же Москве, я была бы больше напряжена в плане этого. В целом, доброжелательные люди. То есть, если, например, я буду идти и что-то со мной будет происходить, я уверена, что за меня вступятся, мне помогут. Если я там упаду, не дай бог, где-то, никто не будет снимать меня на телефон. Просто все подбегут, скажут, девушка, что с вами? Ну, реально, это работает здесь так. И когда я приезжаю в Москву, я очень ощущаю контраст, правда. То есть, в Москве там вообще никому нет дела до тебя, а здесь все-таки еще у людей есть вот эта такая человечность. Минусы. Хотелось бы просто, чтобы как-то люди стали больше любить свой город, прекратили мусорить, прекратили мусорить. Мусора много, но дышится однозначно лучше, чем в Киеве. Я тебе могу прям сразу сказать. В Армении же очень сухой климат. То есть, здесь практически у нас нет влажности. Вот. Ну, нет, все равно я за экологию, я за то, чтобы перестали, в конце концов, бросать вообще мусор. Научились любить животных, потому что Армения вообще не dog-friendly. Минус в том, что еще очень мало всего для детей. Если мы пройдемся по дворикам и так далее, мы нигде не увидим чистую, полноценную детскую площадку. Это реально тоже не нравится. Хотя странно, вот знаешь, я всегда так думаю, что в армянской семье всегда минимум двое детей. Но для детей ничего такого нет. Нам приходится ходить в разные кафе, при которых есть какие-то прикольные детские площадки, чтобы ребенок играл и вообще как-то проводил время. Иногда мы вообще вывозим, есть такой город Масис. Там построили европейцы крутую площадку. Я не знаю, почему они ее построили там, а не в Ереване. То есть, хотелось бы как-то больше благоустройства, чтобы в городе было. Друзья, по статистике около 60% людей, которые смотрят мои видео, они подписаны на мой канал. В тот самый случай, если вы входите в эти 60%, как раз это исправит. Не стесняйтесь, жмите и с удовольствием смотрите осознанные путешествия по всему миру вместе с Андреем Буренок, которым являюсь я. И да, моя фамилия не Буренок, моя фамилия Буренок. Я очень радуюсь, когда в комментарии пишут Буренок. А еще больше всего меня радует, когда в комментарии пишут, поменяйте ведущего, что это такое. Ну да ладно, мы не об этом. Друзья, если вы меня смотрите давно, то знайте, что есть такой формат экспаты бизнес, который раньше выходил на этом канале, который с прошлого года выходит на моем другом канале, который называется Андрей Буренок о бизнесе. На этом канале я снимаю видео с различными предпринимателями по всему миру. В том числе и канал, на этом канале выходит формат экспаты бизнес, в том числе и интервью с нашими предпринимателями в Украине, в других странах, которые рассказывают о том, как они открыли, закрыли, что у них получалось, не получалось и так далее. Да, и скоро будут несколько видео, в том числе и из Армении. Был уже из Грузии, будете еще из Грузии, из Армении, из Испании, из Кипра и многих других стран в том числе. Поэтому не стесняйтесь, переходите по ссылке в описании, подписывайтесь, смотрите, получайте полезные знания и наслаждайтесь и вдохновляйтесь. И последнее. В феврале стартует седьмой поток моего курса по интернет-маркетингу, где мы в течение 4 месяцев будем с вами много общаться. Я буду общаться, мои партнеры, коллеги по курсу и из команды маркетинга TripMyDream. Тоже будем делиться своими ошибками, уроками. Мы за последние полтора года обучили практически 2000 человек. Приглашаем вас, пока сейчас еще очень хорошие специальные цены, присоединиться к этому потоку. Если вам необходимы базовые личные знания в интернет-маркетинге, для того, чтобы начать осваивать эту профессию, для того, чтобы прокачать свой бизнес, не сливать бюджеты. В общем, мы вам расскажем, зачем вам это нужно. Оставляйте заявку, либо звоните, пишите по тому телефону, который тоже есть в описании. И да, приятного просмотра видео дальше. И, пожалуйста, не постесняйтесь написать искренне свой комментарий, как вам Армения, как вам ВМВИДИО, чего хватает, чего не хватает. Благодарю, приятного просмотра видео дальше. Ты прожила в Ереване два с половиной года где-то, да? Два года, да. Два года. У тебя были сложности, кроме тех вопросов, которые возникали там? Война, землетрясение, какие-то природные катаклизмы, либо нет? Сначала у меня было совершенно непонятно, почему вы так ходите и так ездите. Вот движение для меня было абсолютно хаотично. В детстве была игра «Бояре, мы к вам пришли». Не помнишь такую игру? Не, я не помню. Это стенка на стенку вставали и друг к другу вот так вот шли навстречу. И прямо вот за десять сантиметров перед друг другом останавливались. И там какие-то песни пели, что-то такое. Вот здесь на пешеходном переходе то же самое. Ты идешь, то есть толпа на толпу. Потом они как-то так вот друг друга огибая проходят. Мне это было настолько непонятно. После Москвы, где если ты не идешь согласно движению, тебя просто шибут и затопчут. Здесь нет. Я не могу назвать себя пунктуальным человеком. Нет, я тоже опаздываю. Но так как опаздывают армяне, не опаздывает, по-моему, никто. Мало того, то есть понимаешь, человек может не прийти. Вообще? Вообще. Скажет, я к тебе завтра приду. Там. Часа в двенадцать. Время восемь. Вечера притом. Ни ответа, ни привета. Когда ты звонишь, говоришь, слушай, что произошло? Ты вообще живая? Что случилось? Слушай, там вот что-то там случилось. Абсолютно. Нормально. И это нормально. Есть выражение армянское, называется микичхето. Дословно, как чуть-чуть позже, чуть-чуть потом. Вот когда у человека спрашивают, ты когда придешь? Он говорит, микичхето. Это может быть завтра, может быть никогда. Это тоже как-то меня удивляло. Я говорю, как можно не позвонить? Ну а как? Ну ты поняла же. Почему ты решила переехать из Еревана сюда, в деревню? Вот если бы ты приехал ночью, ты бы меня понял. Небо. Это не такое небо. Это когда весной земля вспаханная, меня колбасит, понимаешь? Меня трясет. Я сама от себя не ожидала. Я человек мегаполиса. Но вот здешняя природа, когда я в Ереване спускалась, я жила на Комитасе, это повыше, и я спускалась в центр, я все время, подходя к тому месту, откуда видно арарат, у меня сердце замирало. Увижу или не увижу. Ну потому что арарат появляется или не появляется. И это вот именно, знаешь, предвкушение. Ты идешь и вот, ну я вот сейчас говорю, у меня мурашки, понимаешь? Да. В любом случае Ереван это столица, там привыкли, что приезжают люди. В ЗАР. Приезжает какая-то, извините, белобрысая москвичка к нам сюда, покупает дом. Как они на тебя смотрят? Ну они сначала, значит, вот соседка рядом, я вышла к машине и смотрю, корова идет с поля. А у меня, я вот психическая в этом смысле, корова, корова можно? А я, значит, в белых кроссовках, в белом платье. Весна была ранее, то есть апрель, март. И я говорю, можно потрогать? Она так на меня посмотрела, говорит, ну иди, иди сюда. И я, значит, в хлее, в белых кроссовках. Она говорит, грязно, я говорю, ничего. И она потом мне рассказывает, говорит, я сначала увидела, какая-то птичка, но с армянского имя тут птичка такая, знаешь, кокетка, птичка, вот что-то такое, приехала сюда, типа вот так вот. Армяне сам, вот у них это в менталитете, понимаешь? Они, да, они увидели татуировки, короткую стрижку, это я сейчас еще оброшу, обычно я вообще чуть ли под 0,3 пострижена. Они сначала насторожены, но если они видят, что ты им улыбаешься, что у тебя, ты открываешь свое сердце перед ними, все. Тут есть даже некая ревность, почему ты к ним в дом пошла, а к нам не пошла. Да? У них кофе пьешь, а у нас не пьешь. Серьезно? Да. Ну, я видел, как по улице мы с тобой ходили, не на камеру, как они тебя любят и встречают, и ты к ним легко заходишь. Абсолютно. Давай поговорим об армянском менталитете, причем сравним городской, ереванский и деревенский. Что общее, а что все-таки различает? Ты всегда можешь зайти в дом, ну, если у тебя какая-то нужда, например, да, ты вот сейчас мимо идешь любого дома, ты можешь зайти попросить попить, не знаю, в туалет или что, тебя без кофе не отпустят точно. Но это в деревне, в Ереване так же? Абсолютно, если это частный дом, то есть, ну, просто в квартиру же ты не можешь так зайти, хотя все квартиры, которые знаю я, двери тоже не закрываются на замок, то есть здесь в этом смысле, то есть я прихожу обычно, но мне все равно некомфортно, да, вот я к родителям подруги прихожу, я дверь открываю, я говорю, ку-ку, потому что, ну, мало ли, чем люди заняты, да, а ты вот так раз и вот врываешься. Ты говоришь, это чудо, три месяца Рарат не показывался. Да, не показывался, серьезно. И мы находимся в самом центре Еревана, это площадь республики, совсем недавно здесь вы праздновали 30 лет независимости Армении. И здесь вот, буквально вот в эту арку виден Рарат, причем небо чистое и над ним чистое, блин, это так красиво, ребята, просто невероятно. И площадь, мне кажется, одна из самых красивых площадей, которую я вообще люблю. Да, верно. В Советском Союзе она считалась самой красивой площадью в силу того, что строительство в Армении идет из того, что тут строят из камня туфа. В общем, этот камень есть только здесь в Армении, и с него строят, можешь видеть, да, как они вот такими мозаикой смотрятся, то есть у него разная цветовая гамма у этого камня. Вечером оно еще по-другому, другими красками играет, в общем, когда подсветка, фонтаны, очень здорово. Давай поговорим об армянском менталитете. 98% населения Армении – это армяне. Там есть малые народности, такие как Изиты, Малакани, ну, их там составляет вот этих 2% всего. Потому как бы вся история, вся вот ихнее становление, вот ихняя культура, менталитет, оно варилось в ихнем собственном котле, то есть они сами себя создавали, сами свою культуру развивали. Понятно, что извне тоже были факторы, другие страны, которые приходили, уходили, они тоже как бы свой след оставили и на тот же менталитет, на культуру этого народа. Видео снимаю. Красивый. Красиво, как мужчин снимаю. Мужчины-армяне очень любят украинок, белорусок, россиянок и так далее. Женщины не любят славянок. По крайней мере, наши девушки, которые мне здесь рассказывали о жизни, они так прямо говорят. Да, армянские женщины немножко так настороженно к нам относятся. Почему? Потому что мужей уводят, либо потому что многие армяне уезжают на заработки куда-то дальше, и там где-то пригрелись и остались. Это, наверное, чисто банальная ревность. Они мононациональная страна, и тут нет разнообразия, допустим, да, вот почему вот кавказцы любят наши, они светловолосые, там, бледной кожей такие. То есть, наверное, это отличие притягивает, то есть плюс на минус, оно всегда притягивается. Ну, мне кажется, что как армянские девушки, женщины очень красивые, ухаживают за собой, отлично выглядят. То есть, а также и мужчины очень... Красавцы, опрятные, красивые. Красивая нация, красивые люди, девушки красивые. Чаще всего армянские браки, они между армянами либо смешанные? Смешанные? Да, чаще всего, да. Все-таки они как бы стараются. Родители не говорят, на ком жениться, замуж выходить. Это тоже зависит от семьи. Все-таки армяне, они древняя нация, и они как бы бережно относятся к своей истории. То есть, она у них не многовековая, а даже, я бы сказал, многотысячелетняя, да? То есть, и для армянской вот какой-то мамы, если у нее сыновья, для нее прям, наверное, будет больно, что ли. Я не знаю, как это сказать, если он там выберет не армян. То есть, для нее все-таки продолжение рода и вот кровь, чтобы армянская сохранилась для многих армянских семей. Это очень важно. Хотя сейчас мы живем в такое время, что многие семьи более прогрессивные. То есть, там парни женятся и на русских, и на украинках, или на любых других национальностях. Также и девушки, то есть, там находят себе других парней. Как мужчины относятся к женщине? С уважением. То есть, тоже есть стереотип, я помню по Украине, пока еще здесь не было, а кавказские горячие мужчины, там, да, вот это вот, всякие-то. Но почему-то вот эти вот все действия кавказских горячих мужчин, они проявляются вне своей страны, знаешь? То есть, все-таки тут то, что маленькая страна, тут что-то сделаешь, кто-то узнает. То есть, ты сделал это, на другом конце города узнали. И тут, наверное, это фактор, который сдерживает, да, то есть, и не дает развиваться вот этому негативу, да, по отношению к девушке. Не позовут, не свистнут к тебе, да, вот, то есть, ну, это некрасиво, во-первых, и тут не позволят себе этого. На каких документах ты находишься здесь? У меня паспорт, у жены резидент-карта. У тебя армянский паспорт? Нет, 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 у меня наш украинский паспорт. Если ты хочешь оставаться, ты раз в полгода должен перестечь границу просто. И все? И все. То есть, можно в Грузию съездить 4,5 часа и обратно? Без проблем. В Иран? В Иран, да, пожалуйста. Обратно. Да, то есть, ты поехал, можешь сделать резидент-карту, ее тоже несложно делать, но за нее, кажется, если я не ошибаюсь, надо 200 долларов заплатить. На основе этой резидент-карты ты потом можешь получить, если ты хочешь вид на жительство и стать гражданином этой страны. Прилететь в Армению я решил со SkyUp. Вы наверняка много слышали об этой авиакомпании. Доступные цены, большое количество рейсов в разные направления и удобное расписание. Можно лететь как из Киева, так и из регионов. Львов, Одесса, Харьков, Запорожья. В настоящее время у SkyUp очень популярны европейские направления. Лиссабон, Прага, Париж, Барселона, Аликанте ждут вас на сайте skyap.aero. А по промокоду Буренок приятный бонус. 5-процентная скидка абсолютно на все авиабилеты авиакомпании SkyUp. Я нахожусь здесь. У меня вид на жительство уже долгосрочный, 5-летний. Если бы я сдала экзамен на армянском языке, я получила бы уже паспорт. А имеет смысл получать армянский? Не имеет. Мне это, в принципе, ничего не даст. Потому что я буду получать пенсию, в крайнем случае, 50 долларов. Ничего, почти 80. Я вчера узнал. Ты узнал. 80, да, окей, хорошо. Но мне это ничего не даст медицины. Нет же бесплатной как таковой. То есть она есть, но она на таком очень-очень низком уровне, что... Ну, если только что я голосовать пойду за кого-то, наверное, вот и все. Поехали в Гюмри. Это бывший Ленинакан. Ленинакан или бывший Александрополь. Ленинакан или бывший Александрополь. В общем, ребят, 2 часа езды по, я бы сказал, очень красивой дороге с небольшими остановками, с улыбкой на лице постоянно. И мы с вами приехали в небольшой город. Города, которым я узнал еще в 88-м году. Но я не знал, что это именно он. Город, который достоин вашего внимания. И узнал, как вы поняли, я об этом городе. Потому что здесь случилась большая трагедия. Десятибальное землетрясение, которое разрушило, мне кажется, наверное, большую часть этого города. Если честно, мне было 7. Это для меня было первое знакомство с Арменией. И вот то, что я узнал. И теперь мы с вами узнаем эту страну гораздо лучше. И сейчас прогуляемся по городу, который раньше назывался Ленинакан. Когда-то он назывался. Сюда этого Александрополь. Александрополь, а теперь это Гюмри. Гюмри, да. Город, я уже его облетел, посмотрел. Ну, небольшой. Здесь живет. Совсем маленький, да. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы же таки неплохо знаете. О городе лишь маленькая поправка. Не большая часть пострадала, а советская. Вот Гюмри после Тбилиси и Баку больше всего сохранилась дореволюционная архитектура. Пока мы снимали пешеходную улочку в Гюмри, вот этот мужчина следовал за нашей командой и внимательно слушал, о чем мы говорим. Было сильно заметно, что ему тоже есть что сказать. В общем, знакомьтесь, друзья. Это Вае. Местный гид, художник и мой ровесник. Вае пережил то самое землетрясение. Любит Гюмри всей душой. И уверен, что вы тоже полюбите, если чуть больше узнаете об этом городе. Вы ворота видели? Да. Всего три штуки, они все в Гюмри. Внешние, декоры. Еще что. Город черного и оранжевого камня. Это тоже специфические критерии. Есть еще в Наполе, но у них мало из черного туфа. Ну и город юмора, ремесел. До сих пор каменщики, кузнецы и ювелиры на плаву. И у них есть работа. Слушайте, а вы были тогда, когда произошло вот это вот? Я был в первом классе и по воле и судьбе сейчас я здесь нахожусь. Потому что новый корпус построенный разрушился. И буквально 15 минут разницы. Я с одного урока перешел в другой старый корпус. И поэтому залатываем раны, жизнь нормализовывается. Будем надеяться, что будет еще лучше. Слушайте, ну 31 год уже прошло. Да, больше какой 31. 33 года. 33 года прошло. Я смотрел некоторые видео об этом городе. Ну тут где-то электричества нет, где-то воды нет. Такого нету. Это было в темные года, когда союз разрушился. Другое дело, что коммунальная плата выросла намного. В частности газ, чем во время советского сайта. Также в этом городе есть кафе, в которых трудятся люди с ограниченными возможностями. Ну тут опять я, если позволите, камень в огород нашего правительства кинул. Специфика в чем? Ее открыли европейцы. То есть европейцы думают о нас. А наше правительство, используя административный ресурс, не может заставить супермаркет, чтобы работал человек в инвалидной коляске, например. А сегодняшний день вам комфортно жить в этом городе? Да, очень. Что бы вы хотели изменить вообще в Армении в ближайшее время? Что бы перед законом все были равны. И простые правила игры не мешали людям работать, счастливо жить. Вот и все. Что касается отличия от деревни, от города, Ну, знаешь, возможно, в деревне чуть скромнее одеваются, например. В основном все, если из двора на улицу выходят, да, женщина не оденет короткую юбку. Ну, к примеру, да, неприлично. То, что для меня платье, для них это блузка. То есть это часто такое, да. Но, тем не менее, я совершенно спокойно хожу в коротких шортах. Ну, да, ну, тут ходит, пусть ходит. Никого не смущает абсолютно. Вот. Наверное, в деревне все попроще. Ну, нет каких-то таких... Более открытой, настоящей. Более настоящей. Да, все-таки город и прогресс, он все равно захватывает, да. Здесь дети играют, ты понимаешь, они не в гаджетах. Они играют в мячи. Не потому, что денег нет? Нет, у всех есть гаджеты. Ну, смотри, у нас, у меня есть Wi-Fi. У меня в Ереване Wi-Fi не было, потому что невозможно было провести. Там тупик такой был, и никак не получалось. Гаджеты есть у всех. То есть телефоны, планшеты есть. Телевидение с мультиками тоже есть. Дети на улице. Они играют в футбол, они бегают на велосипеде, катаются. Если папа, например, чинит машину во дворе, и его дети там же, причем неважно, мальчики, девочки, и соседские дети там же. То есть это гораздо интереснее, чем сидеть в гаджетах. И еще, наверное, общее. Деревня и город, и вообще это в армянском менталитете, это, конечно, семья. Семейные мероприятия, и не только дни рождения. Если ты давно не заходил к родителям, это очень нехорошо. Как мои говорят, ты обармянилась. Я чаще намного разговариваю со своей семьей, находясь здесь, чем будучи в Москве. Расскажи мне, пожалуйста, Аня, об армянах и их менталитете. Те, которые живут здесь. Не те, которых мы встречаем у себя дома. Слушай, ну, на самом деле, это те люди, которые очень достаточно остро все воспринимают. Они не любят критику. И вот они считают, что если, например, что-то вот он делает, он делает это лучше всех. И вино самое лучшее, и гота самое лучшее, и вообще одежда самая лучшая. Но мне кажется, что они немного обидчивые. С ними нужно быть дипломатом, чтобы не обидеть их. Потому что, когда обижаются, все, они прям разворачиваются, и уже не будет никакого контакта прям вот совсем. Они очень любят праздники, они очень любят веселиться, любят застолья, любят тосты. И очень любят красивую жизнь. Несмотря на свой... Ну, у всех достаточно разные доходы, да, бывают. Но они такие вот, ну, понты наши все, скажем так, да. То есть человек может жить в картонном доме, но при этом ездить там на Глинтвагене или еще на чем-то. То есть, ну, для них очень важно, скажем так, произвести впечатление. Они очень любят бренды. Несмотря на то, что финансы не позволяют, у нас, знаешь, есть такой рынок в Ереване, называется Питак. Как? Питак. Там все очень дешевое. Вообще все, 3 копейки 2 рубля стоит. Там можно, например, купить пакеты из ЦУМа брендованных. Просто пакеты из ЦУМа? Да, пакеты из ЦУМа. Девушка берет этот пакет, ну, кладет туда какие-то свои вещи, и вот она с пакетом ЦУМ ходит по городу, производит впечатление. Непонятно на как. Что, она была, одевалась в ЦУМе? Ну, видимо, ну, видимо, да. Вот. Поэтому, да, есть такое, есть такое, есть такое. Мужчина в семье главный. Ну, это, наверное, все-таки в такой семье патриархальный, скажем так, да. Но я думаю, что сейчас уже немного все меняется, потому что есть такие семьи, где женщина работает, мужчина не работает. Но в целом, да, в целом мужчина поилец-кормилец, вот, женщина рожает детей, занимается воспитанием, садится дома или не дома, вот. Ну, в общем, такой обычный достаточно уклад. В принципе, вот армяне сами по себе, они больше все делают для дома, да, то есть я не могу сказать, что вот они такие любят выпить там или как-то покутить. Да, они любят застолья, праздники, но в целом все для дома, все в семью, для детей. Дети вообще святое, детям разрешается вообще в Армении все. Вот. И чем больше детей, тем лучше. Это на самом деле здорово. Но были такие неприятные моменты. Сейчас это уже запретили. Почему-то у нас, не почему-то, ну, потому что не хотели, чтобы рождались девочки. Хотели, чтобы вот родился сын. Женщина там делала какой-то УЗИ или еще что-то. В общем, она не говорила до определенного срока, да, что рождается девочка. Вот. Но это, конечно, дикость. Прям такая дикость, дикость. То есть, такие вещи узнаешь, ну, дико становится. Но, тем не менее, вот мальчик в Армении, это прям вот наследник, продолжение рода, не знаю, как сказать. Знаешь, вот мне не нравится в Армении то, что у нас очень много вот этих всех игровых структур, да, то, что все хотят заработать легких денег, да. Они делают ставки на футбол, там, я не знаю, на какой-то спорт еще, да. То есть, они хотят быстро заработать, быстро выиграть. То есть, да, особо не хотят вот так вот перетруждаться. Для чего они его за руки ведут? Ему плохо, они его поймали, что ли? Интересно, или он, он виноват, или он пьяный? Вот мне интересно. Нет, ну, просто что-то. Почему не так ведут его? Нет, 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 нет. Я думаю, что, может быть, ему просто плохо, или что-то он сделал, но точно не на расправу, потому что здесь, в принципе, полиция курирует это все, плюс военные идут. Я не думаю, что что-то такое серьезное. Как армяне принимают иностранцев? Как тебя здесь приняли? Слушай, ну, когда ты приезжаешь, улыбаешься им, тратишь деньги в их заведениях, говоришь им, как у тебя, как у вас тут вообще здорово, вкусно, круто. Конечно, они тебе улыбаются, говорят, да, сестра Джан, все для тебя, обращайся. Сестра Джан? Сестра Джан, да, обращайся там. Вообще, если ты заметишь, что у них у всех, ну, вот, я бы к тебе должна обращаться, Андрей Джан. То есть, это такое суперуважение я к тебе проявляю, что я к тебе так обращаюсь. Очень хорошо они встречают иностранцев, потому что понимают, что за счет этого они просто живут, вот реально, да, туризм – это наше все, скажем так. КОНЕЦ Что это за пещера и за место, где я себе набрал обсидиана, который видел только в Мексике, вот, а я себе обсидиан набрал. Здоровья, будет тебе память. Это место называется Погоспетрос, по-русски Петр и Павел. Мы увидели на скале там барельеф, изображение Петра и Павла. На самом деле, официальных данных очень мало, но 700 лет назад здесь нашли часовню, посвященную Петру и Павлу. И как бы место считается святым. Существует легенда, что очень многих людей паломничество суда вылечивало. Там есть глубокая пещера, где мы сейчас с тобой стояли, где жили монахи. Ты видишь, сколько хачкаров построено? Это свежие достаточно хачкары, это не новый. Хачкар – это камень-крест. Хач – это крест, кар – камень. Их ставят не только на могилах, но и как память о чем-то, о ком-то. Совершенно потрясающее место. Это был один из, наверное, факторов, почему я здесь. Я пришла, сверху залезла высоко, и когда я все увидела, я отсюда кричала. И это все мое! Скажи, пожалуйста, немного об истории Армении, то, что знаешь ты. Армения – это первая страна, принявшая христианство. И что еще важнее, с моей точки зрения, принявшая его ненасильственно, не огнем и мечом, а добровольно, очень мягко. И ты знаешь, для меня загадка до сих пор, в Армении никогда церковь не была, религия не была способом управления народом. В отличие от многих других стран? Безусловно. В принципе, отличие в том, что мы входим в церковь вот так. С виной. Как грешники с виной. С виной сразу. Здесь… Низкая вибрация. Здесь нет. Ты входишь в церковь… С сердцем. Ты просто приходишь в дом Бога. То есть ты приходишь к Богу. Ты не преклоняешь… Хотя здесь тоже низкие своды, да, то есть ты заходишь, ты кланяешься. Но ты не с виной приходишь. Ты приходишь с любовью. Вот армяне приходят, обращаются к Богу аствадзчан. То есть они уважают Бога, они любят Бога, но сказать, что они его боятся, сильно боятся, нет такого. То есть, наверное, я бы сказала, что армяне религиозные, но не богобоязненные, потому что они знают, что Бог их любит и не оставит. Это не значит, что они там грешат на пропалу и делают, что хотят. Нет. Они понимают рамки. Я смотрю, ты армянский выучила немного. Слушай, я начала учить армянский еще в Москве. Мне был интересен сам язык, потому что это богатейший язык. Есть в русском языке парный БП, ДТ. То есть здесь не пара, а три. Помимо звонкого и глухого, есть еще придыхательный. То есть это катастрофа, он взрывает мой мозг. Здесь есть не только предлоги, но и послелогии. И поэтому до сих пор я учу. Говорить я научилась только по-русски с акцентом. Но нет, я могу говорить те фразы, в которых я уверена. Потому что, знаешь, не знаю, стоит ли это говорить, но тем не менее, если, например, есть слово вор, которое значит чтобы, есть слово вор, которое очень неприличное слово, и означает пятую точку. То есть маленький нюанс в звуке и слово чтобы превращается в ругательство, понимаешь? И это сложно. И я все время боюсь вот это, поэтому я аккуратничаю, разговариваю очень аккуратно. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы здесь живете? Да. Мы встретили этого молодого человека, Вайджана. Вайджан сказал, что этот двор за сто лет не поменялся вообще и сказал, ребята, подождите, я еще хочу одно место показать. Как вам живется здесь? Нормально. Нормально? Да. Что делать? Понятно. Добра вам и любви. Спасибо вам. Вай, а почему вы нас сюда привели? Да вы гуляли в туристической части, где все лакировано, а вот здесь ничего не изменилось. И как бы, по-моему, в очередь интересный двор. Но такое, как бы, аутентично, я бы сказал. Да. А как вообще Гюмри поменялся за 33 года? Что здесь произошло? Гюмри очень сильно повезло. Во-первых, он не стал столицей Советской Армении, а то бы главный архитектор Александр Таманян все бы разрушил это и построил советский город из розового туфа. Потом 90-е, развал Союза, землетрясение, и город был обделен вниманием. И потихонечку, потихонечку сейчас приходит понимание, что туристу интересно все это старое. И потихонечку восстанавливается именно старый город. А вот видишь гостеприимство, да? Я же сказала, что... Благодарю вас. Спасибо большое. А что это? Течение. Боже, как приятно. Девчонки, привет. Спасибо большое вам. Пожалуйста, возьми. Вот вам видите, ненаигранное, настоящее гостеприимство, друзья. Я не говорю, что если зайдем во двор, нас угостят, да. Можно сказать мерси. Пожалуйста, того же размера можете здесь наружу. А как? Когда говорят большое спасибо, можно сказать, пожалуйста, того же размера. Да, можно. Вы счастливы? Да. А что для вас счастье? Счастье? Как это? Чтобы дети жили мир и чтобы дети росли в этом пространстве, вера и спокойствие. Как тебя зовут? Розанна. Как? Розанна? Розанна. Стесняшка. Да. В общем, ребята, так получилось, что я, как всегда, взял камеру, когда мы сняли основной синхрон с Аней и на самом деле здесь больше свая и пошел снимать, что здесь, что здесь во дворе и уже уходил, помахал в окно, сказал пока и меня выбежали вот эти две девушки вот провожать и позвали домой. Ну и, соответственно, мы теперь с вами снимаем дома. Вот настоящее на самом деле армянское гостеприимство и здесь вокруг целая семья вокруг нас бегает и все улыбаются и радуются, что к ним пришли домой гости и мы очень радуемся. Произошло событие, да, пришли гости. Гости всегда это праздник на самом деле и поэтому мини-праздник мы создали своим присутствием. Давай тогда, раз уж мы дома, поговорим о бытовых вопросах. Сколько стоит вообще в Армении жить? Сколько здесь зарабатывать? Сколько вообще что стоит? Да, я буду говорить про Ереван и, в принципе, коммунальные платы не такие высокие. Я думаю, что где-то если не отопительный сезон летом, да, то мы платим наверное где-то долларов сто за все. За воду, за газ, за все. когда зимой мы включаем батареи, соответственно, у кого-то это газ, у кого-то это, не знаю, там какие-то горелки, комфорки, еще что-то. У нас стояли просто такие большие батареи, две штуки на 70 квадратных метров. Мы платили 200 долларов еще в месяц только для того, чтобы... 200 долларов в месяц? Да. Можешь сразу сказать, какая средняя зарплата в Ереване и в Армении? Средняя зарплата в Ереване я думаю, что долларов 400. Вот. И поэтому не все могут позволить себе топить. Я тебе уже говорила, что многие топят просто подручными средствами. Если зима не холодная, то могут вообще не топить. Сколько вам нужно денег семье из трех человек, чтобы жить в Ереване комфортно? Понятно, да, что у всех разные запросы, но так как мы живем такой, какой у нас сейчас уровень жизни, ну, я думаю, что на троих со всеми платными детскими садами, выплатами и так далее, 3000 долларов, я думаю. Сколько? Да. 3000 долларов? Но мы на продукты тратим только 400 долларов. 400? Да. Хорошо, но остальные 2600. Остальные 2600. За детский сад я плачу 250 долларов. Это частный детский сад? Да, это частный детский сад, хороший в центре города, он, можно сказать, что международный. В Киеве дороже раза в три, наверное, Это не самый дорогой детский сад, это хороший детский сад. Есть дороже. Есть и дороже, да, ты можешь детский сад платить и 500 долларов. Продукты 400, 250 детский сад, что дальше? Путешествия, какие-то обслуживания машины, да, то есть, вообще, в Армении многие ездят 80% на газе. Потому что дешевле. Да, потому что он вообще дешевый, они просто ставят в Мерседес, куда угодно ставят этот баллон с газом и передвигаются на нем. Мы едем на бензине. Мерседес Слушай, мы ехали сюда часа полтора, наверное, да? Ну, да, если чуть быстрее ехать, час. И вот когда едешь, очень много разрушенных зданий, недостроенных зданий, брошенных, мне кажется. Да. Какие-то советские, наверное, еще здания и так далее. Что это такое? Ну, это отголоски былой эпохи. То есть, это отголоски Советского Союза и тут даже не отголоски, а громкие крики, мне кажется. Сколько чувствуется здесь еще Советский Союз? Да, ты, наверное, сам за эти дни понял, что он конкретно чувствуется здесь, да? То есть, во всех вот этих постройках, домах, в каком-то муниципальном транспорте, обслуживающем транспорте, который улицы обслуживает, Ту же мойку мы с тобой видели, которые дороги мы... То есть, оно все вот советским, да? Вот оно таким веет ветром прям вот Советского Союза. Да, но в этом, ты знаешь, для меня лично есть какая-то не только няшность, а что-то такое душевное, настоящее, шарм. То есть, не за прилизанность, ну, да, то есть... все по правилам, а больше душевность. Есть такое, да, есть такое, то есть... Но знаешь, это тоже в силу того, что, наверное, может, ты как турист приезжаешь и вот этот вот, как ты говоришь, вот этот шарм вот советский, а когда ты в нем живешь, то есть, он тебе приедается и думаешь, ну, черт побери, есть страны там, у которых там все это работает, все обновляется и как бы, ну, по-другому. С временем они счастливы? В общем, в целом, да. От чего? От того, что... Скажем так, давай честно, было много всего этого народа. И в прошлом веке, и в этом веке. Они вот сквозь века несут свои какие-то вот аутентичные вот эти вот направления в жизни, в социальной сфере, в культуре своей. То есть, они, наверное, рады от того, что они есть сами у себя. Знаешь, в Армении есть такая поговорка «У нас есть только мы и наши горы». есть еще озеро Сиван, к которому мы только что приехали. Ты подъезжаешь, а потом ты узнаешь, что это озеро длиной 110 километров, глубиной 80 метров, и вокруг горы, и сосны, и есть такие советские недострои. Там был очень прикольный какой-то недостроенный советский пансионат. В общем, блин, мы сейчас сидим, правда, здесь холодно. Да, про холодно. И вокруг везде, по всей дороге облепиху продают. Давай поговорим о бытовых вопросах. Сколько тебе, жене, сыну и дочери, которая совсем недавно родилась, 3 недели назад нужно денег для комфортной жизни в Армении? Прямо для комфортной? 2000 долларов. Сколько ты зарабатывал в Китае? Ваша семья? Неплохо. Больше или меньше? Больше. 2000 долларов на что должны уходить? Слушай, дети, это в первую очередь сейчас. Жилье тут тоже недешево. Оно сопоставимо, я так думаю, даже с Киевом. Ну, плюс-минус 50 долларов. Даже не плюс-минус, а минус, скорее, 50 долларов. Может, в Киеве вот на 50 долларов дороже. Дети, жилье, еда, ну, и какие-то обычные житейские потребности, да, то есть там выйти куда-то, что-то купить, одежду, проехаться куда-то на тот же Сиван. Армения не дешевая, честно, она не дешевая. То есть на первый взгляд ты, когда приезжаешь сюда, кажется, блин, ты меняешь там какую-то, какие-то деньги, переводишь это и думаешь сначала, ой, как-то дешево. А потом, когда здесь живешь, понимаешь, что это не дешево. Где было жить дешевле, в Китае либо в Армении? В большей части, наверное, в Китае. Китай большой, у них, они такие едоки, да, то есть в плане той же еды ты нормально экономил, если ты питался локальными какими-то продукциями. Привет, тебя как зовут? Я за тобой поухаживаю. Спасибо большое. Смотри, как сидят. Три девчонки. У вас одни девочки, папа ювелир, да? Да. Да. У меня две девочки, постарше, правда. Давай вернемся все-таки к стоимости жизни. честные затраты. Ну смотри, еще основную часть занимает медицина. Вот, потому что, в принципе, как таковой медицина, она есть, конечно, бесплатная медицина, но это все под большим вопросом и буквально недавно государство сделало такую реформу, что хотя бы пожилым людям ставить стенты, да, за счет государства кардиология. У нас некую часть нашего бюджета занимает медицина, потому что у нас здесь живут наши бабушки, им 77 лет, и, в принципе, когда у нас вставал вопрос там о госпитализации на месяц в частную больницу, это стоило огромных денег, здесь реально огромных денег. Месяц госпитализации с кардиостимуляторами, с тентами и так далее, и тому подобное, наверное, это тысяч 12 долларов мне муж заплатил. Ты в целом сталкивалась с медициной здесь? Да, сталкивалась. Я тебе скажу так, я поехала рожать ребенка в Москву. Почему? Ну, потому что есть какое-то недоверие у меня, да, вот, есть квалифицированные специалисты, понятное дело, что когда ты живешь здесь, у тебя нету там гражданства, нету выбора, ты по-любому, да, будешь здесь. Ну, скажем так, какую-то бы серьезнейшую операцию я бы уехала делать, наверное, в России или в другую страну. Образованием довольны? В садике, да, но садик это, да, он говорит у меня уже на армянском языке, на английском, что будет в дальнейшем, в целом я довольна, но, опять же, почему это платный детский сад, потому что в бесплатных, во-первых, никто бы с ним не говорил на русском языке, и группы по 40 человек, то есть, ну, нас это не устраивает, и плюс ты туда еще не попадешь. В школу здесь ведешь? В школу, смотри, есть армянские школы с русскими классами, открылась школа Газпромовская у нас, и еще есть несколько международных школ, QS, еще какая-то одна, но образование, скажем так, стоит там не дешево, то есть, нам с мужем придется так поднапрячься, чтобы обеспечить ему учебу там, вот, но не уверена я в этом, если честно. Здесь курят мужчины на кухне, курят? Да, курят. Вы не курите? Мужчины только курят? Прям очень много курят, и дома курят? Дома всегда курят. Вы им разрешаете дома курить? Ты заметил, да, что мы... Нет, я не курю, спасибо. Видишь, хотим тебя гостить. Ты заметил то, что мы не разуваемся, что в Армении не принято разуваться вообще. И в Грузии соседние тоже не принято разуваться. Да, не принято у нас. А почему? Подожди, так ты дома ходишь в обуви? Я дома хожу вообще босиком, но когда приходят к нам гости, они ходят в обуви. Вот. Юрий Иванович, конечно, не самый чистый город, но ничего, справляемся. А вы не разуваетесь тоже дома, да, всегда? Кто? Вы? Я. Дома в тапочках ходите или в кроссовках? Нет. Я одеваю тапочки. В тапочках? Да. Ну, в общем, гости не разуваются, да. У меня сестра в гости пришла, она в гости пришла. Вы в гости пришли? Вы сестры? Ну, очень похоже. Хорошо. Очень. А это ваши дети? Дочки? Нет. Нет? Внучки. А это внучки уже? Это так приятно. Вот знаешь, вот такая вещь, вроде, ну, просто кофе и печенье. Но это вот настолько приятно, настолько передает добродушие страны. Ну, вот такое искреннее, неподдельное и настоящее. Вот в этой искренности, наверное, вот люди настоящие. Хорошо, что мы уехали из Еревана, потому что люди, которые суетятся в городе, вот, куда-то спешат, ну, там сложнее бы было прочувствовать настоящую Армению. А здесь все-таки вот совсем по-другому. здесь в очень прохладном месте Армении, очень жаркая страна летом, да, здесь был замок Хосровануш. Дача. Летняя резиденция, так скажем. Это место называется Гарни. Гарни. И я так, из того, что я вижу, понимаю, что это популярное место здесь в Армении, куда приезжает множество туристов. Да, но это единственный сохранившийся языческий храм, и поэтому, как бы, ну, этот шедевр, я бы сказала, Древнюю Грецию мне напоминает, если честно. есть какие-то моменты, наверное, эллинизма. Почему попсовое место? Здесь прохладно, и приятно гулять. Близко к Еревану, на самом деле. Да, и от Еревана всего ничего. Давай поговорим о бытовых вопросах. Сколько нужно денег тебе для комфортной жизни? Вот ты жила в Ереване, сколько нужно было денег, и на что? И сейчас, когда ты живешь, условно, в деревне? Ну, вообще в Армении самая, если говорить о быте, самая большая статья расходов, это коммуналка, особенно зимой. А в Ереване, и, ну, в Армении вообще нет центрального отопления со времен развала, Советского Союза, соответственно, отапливается все индивидуально. То есть, ты понимаешь, добиться оптимальной температуры в помещении, к которой я привыкла в Москве, да, 25 градусов, достаточно сложно. Зимой на коммуналку уходит там порядка 300 долларов, плюс-минус, да. У меня не сильно поменялось расход, потому что у меня и небольшой дом был в Ереване, и здесь он небольшой. Здесь дешевая вода, здесь недорого стоит там вывоз мусора, какие-то такие бытовые вещи, но газ и электричество это много. Wi-Fi и телевидение в месяц я плачу 7 тысяч драм или тысячу рублей. Что касается продуктов, слушай, я пыталась сравнивать с Москвой и так далее. Вроде как цены, если брать за килограмм мяса, например, да, вроде не сильно дешевле, но все равно здесь выходит меньше в месяц. Какие нюансы покупки недвижимости? Ты можешь купить квартиру или можешь купить дом, но не... как гражданин России, но ты не можешь купить землю, если у тебя нет вид на жительство. Ну, ты землю купила? Да, у меня был вид на жительство на тот момент. Я получила вид на жительство по работе. Когда я покупала дом, кадастр это называется, место, где оформляются документы. Значит, ты не представляешь, насколько это было торжественно? Женщина, которая вручала мне свидетельство о собственности, вот, наверное, замуж даже менее пафосно выходит. Я тебе клянусь, она так торжественно зачитала, что теперь это принадлежит мне. Она меня поздравила. Я прям была в таком шоке. Думаю, ну, надо же. Правду прям придали вот значимость. Они, конечно, все были в шоке, но тем не менее. Что ты будешь делать с этой землей? Гектар земли у тебя рядом с домом где-то? Да, недалеко, выше в горах. Ее можно сдавать в аренду для скота или можно собирать траву и опять же продавать. Я пока не определилась. Ты арендовала дом. Сколько он стоил тебе в Ереване? 300 долларов. С медицинскими какими-то услугами сталкивалась? Ты знаешь, я ходила к окулисту и к стоматологу. Это единственное, с чем я сталкивалась. Говорят, стоматология здесь прям вот туризм сюда. Все приезжают. она недорогая. И очень хорошая. Качественная абсолютно. Но мне опять повезло, ты понимаешь. Хозяйка дома, которую я снимала, стоматолог, и она напрочь отказалась брать у меня деньги. Она говорит, я не буду с сестры брать деньги. Когда я попросила отправить меня к окулисту, ну, к кому пойти, да, здесь совершенно спокойно, платные услуги, да, она говорит, ну, вот тебе телефон, я пошла. И та тоже не взяла с меня денег, ты понимаешь? Я говорю, ну, вы что, как так? Она говорит, нет, я не возьму. Многие армяне, когда со мной общаются, братан, братан ображают. Они как там, не как-то там джан, да, как ты говорила, а братан. Что это братан? Что они вкладывают в это вот? Нет, ну, понимаешь, вот это вот братан, оно, но не всегда самое позитивное, как бы у меня. Для них, а для них нет. То есть, очень часто мать к сыну может обратиться брат. Да? Да. Брат к сестре может обратиться брат. Ахперес. То есть, это именно мой брат. Просто они русский перевод взяли с такой коннотацией не очень приятной, да, братан. Им кажется, что Ахперес и братан это одно и то же. Китай. Ушел в технологиях во всем, очень далеко, во всем. Есть Ереван, который еще, ну, чувствуется, что вот он местами застыл. Местами. Ну, да. Да? Есть Киев, который где-то между. Какой наиболее комфортный город для жизни? Ереван более спокойный. Он такой город дедушка, старичок. Свой родной? Да, он такой древний. У меня ощущение, он родной. Он уютный. Уютный? Да. Но тоже вот по настроению. Иногда тебя все бесит. Но пробки сумасшедшие. Пробки сумасшедшие, да. Это такая проблема. Она вот возникает с каждым годом, потому что машины подешевели. Люди покупают себе семьи, есть по две, по три, по четыре машины. Ереван маленький. Армяне могут себе позволить столько машин? Они недорогие тут. Сюда даже с Казахстана приезжают, покупают машины. Ну, в секонд-хенд, понятно. То есть, их гоняют отсюда, там, с Америки, с Грузии. Буквально, я ехал с таксистом недавно, он был, Opel Astra, говорит, за сколько купил? За 500 долларов. Да, Да. 500 долларов? 500 долларов, Opel Astra. Ну, причем он нормальный с теплоподъемники, там, туда-сюда. Да, чуть побитый, но он же ездит. То есть, 500 долларов. Ну, что? У тебя кто-нибудь ходит в садик уже? Сын? Буквально сегодня, перед тем, как с вами встретиться, я его отвел в садик. Как армянские дети? Они говорят, ты откуда? Кто такой? Нет. Не, может и спрашивают, но не предвзято, ты знаешь, как-то. То есть, они по-дружески могут спросить. Причем, этот садик такой, многонациональный, да, это частный садик, и там, и русские, и украинцы, и армянские. Сколько денег? Чуть больше 200 долларов в месяц. Много хороших медцентров, и что хочу сказать, что медицина на достаточно хорошем уровне тут. И тут очень хорошие врачи, и доктора, и то есть. И многие приезжают сюда учиться, кстати, в Ереванский медуниверситет. Ты как шеф-повар с продуктами работал разными. Да. Мне кажется, здесь крутые продукты, особенно от овощей и фруктов. Это тоже стереотипно. То есть, буквально лет 5 назад, да, было круто. Сейчас все-таки начали что-то добавлять туда. То есть, раз на раз. Иногда мне привозят тот же помидор, тот же огурец, я его нюхаю, пробую. Блин. В конце августа должен он тебе просто разрывать на эмоции. Тот же помидор ты-то разрезаешь. Как в детстве, я помню, в деревне у бабушки отрывал, и ты его просто занюхивал. Такой аромат с него сумасшедший. Чем больше цивилизации будет приходить, тем меньше будет вот этого настоящей еды. Да, вот этого настоящей. Ну, а в целом еда. Вкусно. Вкусно, но она такая, знаешь, все-таки тут чувствуется влияние вот этих восточно, ближневосточных стран. То есть, такая мясная, специи. Мясо любят тут, короче. Мясо и хлеб. Серьезно, тут выпечка на каждом шагу, хлеб на каждом шагу. Но это круто. Мы вчера ели в одном месте в горах, и местные сказали, если бы мы дома ели, то хлеба должно было бы быть в 5 раз больше. Серьезно? Да, там много хлеба, осталось там лаваши и такие, и такие, хлеб все равно мало. Это тоже как изюминка, наверное, местная. То есть, люди много едят хлеба. Ты мне хотел показать армянскую Швейцарию. Швейцарию, Дилиджан. Да. Но мы поедем, посмотрим. Сколько отсюда ехать? Отсюда, кажется, 35 километров. 30. Мы проедем через такой туннель в горах и прям выйдем, и там будет конкретно другая природа. Серьезно, там другой микроклимат. Ребята, увидимся в Дилиджане. В Дилиджане. работы где работают люди сколько зарабатывают слушай но люди могут работать стандартный какой-то там я не знаю продавец кассир и так далее там вообще очень маленькие зарплаты да я думаю что долларов 200 250 средняя зарплата по армении это где-то приблизительно долларов 400 вот очень хорошо зарабатывают айтишники и соответственно зарабатывает топ менеджмент вот но до недавнего времени 36 процентов был налог если у тебя зарплата по моему больше чем 200 долларов нет нет 200 долларов больше чем где-то наверное миллион драм если не ошибаюсь что сейчас он уже стал меньше где-то наверное 21 процента не сделали экспатом сложно найти работу как в любой другой стране но я думаю что если приедет хороший врач то он найдет здесь работу ну если естественно его устроит нынешняя зарплата им будут хорошо платить кому здесь пойдет хорошо кроме айтишников я думаю что хорошо платят все-таки врачам которые работают в коммерческих больших медицинских центрах у вас своя квартира либо вы снимаете у нас своя квартира мы снимаем менять жилье мы не хотим потому что не видим смысла до квартиры достаточно дорогие то есть стоимость квартиры в новостройки в центре города начинается от 1000 долларов за квадратный метр это не дешево арендовать сколько арендовать в центре можно в комнатную квартиру метров 70 с таким средненьким ремонтом от 600 долларов начинаются цены и до бесконечности соответственно как зарабатываешь ты муж слушай муж у меня работал очень долго 24 года в международном банке вот как только он почувствовал что но война вообще какая-то экономическая ситуация он ушел оттуда просто да сейчас он работает сам на себя я зарабатываю тем что делала разные мероприятия делала разные винные клубы ты сомелье профессиональная профессиональный сомелье да если говорит об армянском вине есть действительно люди которые вкладывают в эту душу которые возвращаются из той же америки то чтобы создать какое-то вино построить крутую винодельню это круто это здорово но пошла такая тенденция вино стал очень модным и многие просто стали делать из общей бочки разливать и просто клеить этикетку грамм да и все тем самым они просто портят скажем так имидж армянскому вину который уходит на разные рынки это неправильно хотелось бы конечно чтобы больше происходил каких-то культурных событий там в плане театров каких-то может быть даже привозных гастролей концертов выставок так далее тому подобное этого не хватает просто не хватает того чтобы страна развивалась до чтобы она становилась ну не то что цивилизованная просто более было бы тебе комфортно здесь жить по по сервису наверное но вообще я думаю что в армению будут вкладывать потому что все то что здесь открывается премиум сегмента здесь все выстреливать здесь все работает то есть именно лакшери дорогие детские сады и там дорогие рестораны дорогой там что премиум сегмент по опыту всех кризисов страдает меньше всего как поменялась страна за те годы которые ты здесь живет страна поменялась меняется скажем так потому что произошла бархатная революция пришли к власти совсем другие люди радует то что после 30 лет коррупции все меняется она искореняется и это на медицинском уровне на уровне то что перестали брать взятки на дорогах невозможно уже откосить от армии скажем так да то есть нет такого блата всех забирают это все очень четко отслеживание начинают соблюдаться законы начинают соблюдаться и рассказываю свой пример я не могу сдать на права здесь потому что я не могу пройти цветовой тест то есть пять лет назад можно было пойти и купить сейчас мы это что это за проблема скажем так есть некие проблемы в цвет восприятия но я не дальтоник но перед тем как сдавать экзамен в гаи есть такой тест цветовой таблицы и шахары где я просто не могу различить какие-то цвета и я тупо не могу просто вот получить права хотя я знаю что лет пять назад пол армении все права просто себе купили это все ну и ты видишь какое движение дандар армения это та страна где вы с мужем и ребенком собираете жить дальше либо вы смотрите куда-то еще на самом деле мы уже достаточно долго у нас такое чемоданное настроение с одной стороны нам здесь хорошо с другой стороны мы смотрим в будущее мы не знаем что будет дальше я думаю что если бы решился бы этот вот карабахский конфликт с войной то у нас была бы стопроцентная уверенность что мы останемся здесь но поскольку конфликт не решен все находится но я думаю что 80 процентов населения находится подвешенном состоянии все-таки в общем да вот так получается у нас благодарю тебя ребят на самом деле мы просто чуть чуть позже приехали скоро зайдет солнце здесь очень красиво особенно когда мы остановились и я взлетел и даже не в общем я не буду говорить как это все оргазмично красиво и волшебно я думаю что вы пока мы разговариваем это все сами хорошо видите помните фильм мимино да когда они едут за рулем и говорит про воду да 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 где самая вкусная вода помнишь да он говорит нас у нас где лежат второе место занимает мире а первое вереване да и сан-франциско так вот здесь ребята которые местные играют в нарды сказали все теперь самая вкусная вода только здесь кстати что классно мне понравилось вереване там где живу в отеле я пью воду из-под крана мы все пьем воду спад кран здесь очень хорошая вода да да она буквально мы никаких фильтров ничего не ставим воду бутылированную не покупаем ну то есть вполне приемлемая и вкусная вода это город дележан и вы вы называете армянской швейцарией да это вот такой он курортный город можно сказать круглогодично курортный то есть тут круто и зимой и летом то на самом деле наверное это мое самое любимое место в армении потому что тут другой климат в ереване если ты заметил сухой воздух и там вот если летом ты там просто высыхаешь я сейчас там ходил футболки да ты бы сейчас там ходил футболки мы сейчас тут мерзнем в реванах сюда приезжают на лечение то есть там вот кто болен там бронхами легкими воздух 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 решает действительно тут есть на что посмотреть тоже тут есть горное озеро тут есть монастырь и в общем тут есть чем заняться ты армянский учишь да я понимаю но не понимаешь по ну да я понимаю больше сказать могу меньше у нас здесь есть какие-то буквы вот допустим наши водителя зовут хобби опять у них такая буквально знаешь она между а и х то есть ее сложно сказать а я нашу героиню таню просил назвать поляныця поляныця да она она из москвы есть сложно слушай все-таки украинские русские очень сложно ты шеф-повар в американском ресторане сейчас американском ресторане в общем тихоцкая кухня сейчас перехожу в другой ресторан остаюсь и в прошлом проекте и новый про тебя был опыт открытия здесь вообще своего ресторана помощи да 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 слушай это про местом проезжали она называлась ангри чики но это уже второе наше название было мы открылись до этого кризиса и поработали два месяца неплохо поработали и началась вот это вот неприятности закрылись прикрылись насколько сложно было открывать здесь бизнес вообще связи несложно нужны ну нужны алей по-любому без связи не алёв какая где-то связи где-то какой-то блат где-то еще что-то то есть как бы ты можешь сделать и все это без этого но она просто продлит тайминг она у тебя заберет больше времени то есть у тебя есть какие-то знакомства они упростят укоротят твой путь к этому только ты зарабатываешь здесь почти две полторы будет почти две хорошо можно работает нет собирается ну пока у нас родился ребенок пока точно ближайший год не ты собираешься здесь и дальше жить пока что да а почему пока что но слушай в силу каких-то вот геополитических последних моментов да то есть ты не чувствуешь какой-то стабильности там позади себя то есть может случиться все что бы как поменялась ременья за то время как ты здесь живешь достаточно сильно слушай этот был первый раз когда мне было 16 или 17 лет сейчас мне 34 давненько давненько тут было прям прям вот был советский союз серьезно сейчас как ты видишь он уже остался где-то вот в таких вот зданиях а тогда он прям был и в людях и во всем и в отношении да сейчас все меняется вот как бы дороги строят мы проезжали она все медленно хорошо что она есть просто то что она хотя бы присутствует какой-то путь и цель к чему-то к улучшению хотелось бы этого как бы убыстрить ускорить но пока не получается благодарю согрелись да Субтитры сделал DimaTorzok Слушайте, мы должны были доехать еще в локацию, которая называется Гехард Спустились вниз, я здесь полетел дроном, красиво, вы видите, да, это просто какая-то фантастика Я так летал, так увлекся и решил еще, да, чуть-чуть полететь И дрончик мой, ту-ту, упал Ну, я как бы, вот, отважный парень через реку искать А он, кажется, рядом пошел, 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 пошел Иду по карте, поднялся В общем, скажу честно, поднялся, как для себя, достаточно высоко Причем туда обычно никто не ходит Почти добрался на самый верх Ну, в смысле, к дрону И казалось, вот он, вот он уже И так минут 20, вот он уже И, в общем, так его и не достал Потом, если честно, с трудом спустился вниз Потому что вверх адреналин крепкий, ты поднимаешься А вниз, ну, гораздо сложнее Да еще немного не та обуви В общем, весь поцарапан и побитый несколько раз Упавший, камень свалился на ногу Здесь вот все уже, вот, не будем кровь показывать Не надо ушибы и так далее Ходить больно, но улыбка на лице А улыбка, ого, еще и здесь я что-то повредил Ну, да ладно, справимся Короче, спустились вниз Нашли местного Он говорит, я пойду, достану Да ты что? Не вопрос Сходил, поднялся, нашел Я включил фонарик, он его достал 100 долларов, слава богу, заработал Потому что, слушай, ну, у них пенсия Это до 80 долларов доходит А в Ереване там 300 Хорошо, если зарабатывают А здесь, наверное, вообще гораздо сложнее Но, в общем, я рад, как ты сказала это слово Апресс Апресс, живи, что он жив Что ему будет на что жить И я рад, что, как бы, вот Мы тоже живы И дальше улыбаемся вне зависимости от того, что с нами происходит Куда я не приезжаю Люди показывают вот Таких, какие они есть И здесь нам с удовольствием помогли Вот такое было вступление А теперь давай с бытовым вопросом Все-таки о деньгах Как зарабатываешь ты? Когда я только приехала, я не работала Полгода я вообще ничего не делала Я отдыхала, наслаждалась видами Мне очень много тоже показывали Армению Я жила на доход от аренды московской квартиры Я съездила в Москву через полгода после того, как здесь пожила И решила, что я попробую все-таки чем-то заниматься Я приехала, я пошла обучаться на гида Потому что я увидела всю вот эту красоту И мне хотелось показывать так, как я это вижу До кризиса я успела провести 3 или 4 тура пробных И в этом году туризм возродился Сколько ты зарабатываешь сейчас здесь? Ты знаешь, я не смогу сказать Я работаю не по нужде, а по желанию По вдохновению Для меня не так важно много заработать Сколько важно влюбить человека в страну Потому что это моя страна теперь Как вы менялась Армения за те 3 года, которые ты здесь? Ну вот даже по этому месту Судя, когда я здесь была первый раз Дороги здесь не было Здесь была грунтовая дорога И достаточно проблематично было спуститься Сейчас мы видим вполне себе цивилизованную дорогу и так далее Дорог много делается Ну вот то, что вижу я объективно Намного лучше стало ситуация с вывозом мусора, например В Армении колоссально развивается IT Это прям здесь непаханное поле Вот это точно тебе могу сказать Непаханное поле с точки зрения продуктов, которые рынок требует Либо непаханное поле, что очень умные ребята, которые хорошо программируют А я бы сказала и то и другое Потому что здесь пока еще Ну ты сам, наверное, видел Не так развиты приложения, доставки Их нет многих просто Да, да, да Но даже банковские приложения Государственные, то есть камеры Вот это все Но сейчас это вот прям развивается И движение стало немного лучше То есть благодаря именно штрафам, камерам и так далее То есть, ну, как по мне прогресс есть У нас все путешествие с тобой по твоей части Армении было больше о плюсах Какие все-таки минусы есть? Ну, они есть всегда Ну, не у того человека вы спросили Для меня здесь минусов нет Если они есть, может быть, да, какие-то Я не смогу назвать честно Для меня самый главный и большой жирнющий плюс Моя душа здесь дома Я вижу это, знаешь, какой раз? Я даже не знаю, какой раз Но меня штырит И прям вот я с восторгом воспринимаю это Ты пришла к себе домой Да И еще один очень большой плюс Свобода Я здесь чувствую себя свободной Свобода в выражении себя Свобода в действиях Свобода в передвижении Вот я здесь свободно дышу Для меня очень много, значит, крылья, да Вот здесь мои крылья расправлены Благодарю тебя Давай обнимемся Я тут пострадавший, чуть больно Да Ухуй У тебя большое сердце Спасибо И этой страны для тебя мало Ты думаешь? Да, твой весь мир В общем, если вы помните, как начиналось это видео Мы начинали его в центре Еревана Я рассказывал, на самом деле, о трагических событиях От 1988 года Потом было еще много трагических событий После развала Советского Союза Мы с вами проехались по Армении Познакомились не только с нашими Со многими местными Прочувствовали настоящее армянское гостеприимство Армянскую кухню Армянскую невероятную природу И вот это, мне кажется, все-таки дух свободы Да, где-то Советский Союз Все-таки есть какое-то чувство определенной свободы И соблюдения традиций И мне здесь понравилось Я сюда еще обязательно вернусь И, скорее всего, без камеры Я просто покатаюсь и спокойно Не в такой спешке за неделю все узнать А просто познакомлюсь с обычной, спокойной, настоящей жизнью Благодарю вас за то, что досмотрели до этого момента Ребята в этом выпуске это были реально авантюристы Я думаю, мы не найдем никого, кто переехал Не знаю, из Украины, из России, Беларуси, других стран в Армению Оказывается, так и есть Оказывается, они сюда приезжают по какой-то определенной Своей внутренней причине По своему внутреннему запросу И здесь становятся еще более счастливыми Куда бы вы ни приезжали, вы всегда привозите себя Помните об этом Такая страна вам раскроется Таких людей вы встретите Обнимаю вас всем сердцем Живите просто, просто живите Пока Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok